Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть Bloodborne. Итак, я сегодня буду в сете Кейн Хёрста. Я немножко потратил денег, чтобы купить этот сет до конца, у меня осталось еще 100 тысяч, и я не буду тратить эти деньги, точнее отглоски крови, на прокачку, я куплю много бутылок. Нарвавшись на эту проблему в стриме, когда я стримил этот момент, у меня закончились бутылки, и чтобы не допускать больше таких ошибок, я их сразу закуплю побольше. Итак, продолжаем. Зал исследований. Есть еще одна небольшая проблема, которая у меня появилась после прохождения Dark Souls 3, это то, что я постоянно забываю чинить свое оружие. Итак, зал исследований. Мрачное место, в котором мы можем найти результаты экспериментов Церкви Исцеления. Кто был на стриме или смотрел стрим, тот знает, что это место не из приятных. И я здесь очень часто буду получить по голове. Так, как бы распланировать мой проход, чтобы это отняло как можно меньше у меня времени. Давайте сначала поднимемся сюда, на второй этаж. Но зайдем не с этой стороны, а с другой. Здесь нужно еще, кстати, внимательно смотреть на пол, на поднятые плитки. Это ловушки. Тут очень много ловушек. И чтобы не быть облитым кислотой или какой-то там гадостью, необходимо смотреть под ноги. Кругом капельницы, страшные звуки и пациенты, которых здесь, по-моему, огромное количество разновидностей. По-моему, штук семь. Если мне не изменять память. Длинные у них серии. Если попасть под такую серию, можно огрести по полной и умереть. Здесь у нас такой полускрытый проход. В мрачную комнату. По кругу он трупы. Ощущение, что они умерли. Возможно, даже от недоедания. От истощения. Возможно. Да, сделаем им такое одолжение. Тяжело смотреть на его мучения. Похоже, что церковь исцеления выращивала им головы и потом как-то этих пациентов использовала. Вот. О, Господи. Господи. О, Господи. Пожалуйста, спаси меня. Пожалуйста, помог. Сbesondere, sexy. Пожалуйста, помогай. О, Господи. 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 Вы могли. Похоже, за ними ухаживала леди-мария. Церковь исцеления не брезгала ничем, чтобы добиться желаемой цели. И здесь очень опасный противник. Как некоторые на стриме прозвали его злой гардеробщицей. Ой, блин, у меня аж факел в руке. Оу, не ожидал, что он попарирует. Лучше держаться от него на расстоянии. Итак, мы поднялись отсюда и... Нет, не отсюда. Мы поднялись... Сейчас я заберу вещь. Целых пять пузырей крови. Мы поднялись отсюда. И, по идее, можно спрыгнуть туда и взять ключ. Но можно, в принципе, это сделать позже. Даже не прыгая, по-моему, если мы поднимем лестничный пролет, то мы можем добраться туда другим путем. Но давайте я попробую допрыгнуть. Не получилось. Прыжок не сработал. Очень мало места для разбега. Лучше еще одну бутылку здесь. Оу! Прыжок уткнулся в стену. Сейчас такими темпами я все бутылки зарасходую. Есть. Ключ от камер в подземелье. Но не стоит обольщаться. Тут стоит... Отравитель. Непонятно, что у него в руке. Похоже на какую-то прогнившую руку. Но он имеет свойство отравлять. Кругом инвалидные кресла. Это у нас третий этаж лазарета. Гартутные пули. Похоже, некоторые из них... Глуховаты. Не слышат, когда я к ним подхожу. Пытаются закидать меня какой-то серой жидкостью. Здесь, кстати, больше ничего нет. Как раз здесь появится лестница после того, как поднимается лестничный пролет. Но я попал сюда немножко раньше. Давайте прочитаем ключ. Ключ от камеры под главным собором. Охотников держат в подземельях кельях, чтобы вещи, которые нельзя видеть, и знания, которые невозможно постичь, тихо умерло вместе с ними в благодатной тьме. То есть под главным собором находятся тюрьмы, где гниют неугодные церкви-сцеления охотники. В принципе, можем идти уже и выше, но... Так и быть, я все обследую. Здесь, кстати, очень полезен голубой эликсир. Надо его поставить. Чтобы быть менее заметным... Так, не сюда. Вот сюда. Здесь стоят несколько чудиков. Хм, ты прям со мной даже меня не замечаешь. Класс. Класс. Ничего не дает. Жадные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот о чем я и говорил. О чем я и говорил. Пропустил серию и чуть не помер. Вот чудо меня только что спасло. Меня только что спасло чудо. Так, выпьем еще. Похоже, если сильно не шуметь, некоторые вообще меня не имеют. Можно потихонечку здесь пробраться. Лучше заходить с этой стороны, потому что если вы подниметесь снизу, то вас закидает бутылка. Огромное количество пациентов. Как раз в этот проход снизу я не пошел в прошлый раз. Чтобы обойти всю эту братью с тылу. И вот ради чего мы, в принципе, сюда шли. Обычное успокоительное. Ничего особенного, можно было сюда вообще не ходить. А сразу подниматься наверх. Так, у нас 14 бутылок. Так, а что у нас в правой руке? А, пила. Пила у нас не прокачена. Кстати, как вариант, можно вторым оружием прокачать пилу. Так. Здесь, по-моему, у нас веселый пациент. А, нет. Что у нас здесь? Тишина. Парень с палкой. Дед Мороз. Это отличное место, чтобы завалить безопасно того охотника, который стоит снизу. Достаточно просто в него пострелять, и он самоуничтожится. Хм. Ну, похоже, в этот раз он выжил. Блин, мне показалось. Почему-то не дали души. Хм. Очень интересно. Обычно он умирает. Четвертый этаж. Обследуем еще одну темную, туманную комнату. Да! И постоянно я про эту... Про эту... Сволочь забываю. По-моему, она еще и отравляет. Да. Может быть, поставим что-нибудь из противоядия. Лестница без ручек. Так, ладно. Попробуем еще разок. Ртубная пуля. Похоже, кто-то не желал видеть свое отражение. Мало того, что зеркало разбито, так оно еще и закрыто тряпкой. Так, что у нас здесь? Грязный самоцвет свежей крови. Внизу мы уже были. Там мы всех поубивали. Так, еще кое-что я не собрал. Пузырь. Ну что ж, пойдем выше. Там снизу можно разглядеть субстанцию, и по идее к ней можно сейчас спрыгнуть. Но нет смысла этого сейчас делать. Потом придется опять все обходить заново. Сначала пройдем здесь. Это место лучше пробежать. Так, перед тем, как подниматься наверх, давайте разберемся с этим чокнутым нитком. Так, здесь у нас, это у нас пятый этаж. Пятый этаж, и выше только уже у нас получается крыша. Так, блин. Говорил Сережа, смотри себе под ноги. Сам же налетел. Опс. Че, ну ты дед. Пошел отсюда. Ну он, сволочь, выжил. Что-то мне сегодня не везет на скидывание. Да, проценты без голов. Но не обольщайтесь, они не менее опасны, чем с головами. Могут тоже отдать по зубам. Не слабо. Так, вот эта кнопка. Голубой эликсир. Разработчики как бы намекают, что лучше здесь почаще использовать голубой эликсир. Давайте сейчас это и сделаем. На первый взгляд, комната полна каких-то окровавленных мешков. Это как раз головы, похоже, тех пациентов, которые были без голов. Еще эликсир и огромная голова. И вдруг ни с того ни с сего эти головы оживают. Преграждая мне проход. Кстати, эти головы накладывают безумие. Черт. Да, не зря здесь давали успокоительные. Можно было их вообще не убивать. Ну, ладно. Пять тысяч душ, в принципе, окупает цену бутылок, которые я на них потратил. Ладно, возвращаемся. Так, нам нужно подняться... Подняться на самый верх. Так, ну, перед этим еще одна дверь, чтобы активировать шорткат. Лучше всего отсюда его начинать активировать, не с третьего этажа, а именно с пятого. Здесь у нас два. Или даже три. Пулеметчика с клювами. Да, и даже три. Хорошее место для фарма артутных пурт. Да. Вот как раз мы спустились, и можно отсюда спуститься на первый этаж и открыть шорткат. Да, это, похоже, и есть самый оптимальный путь. Так, да. Похоже, наш охотник... К сожалению, выжил. Так, можно сходить и открыть шорткат сначала. Открыть дверь. Я просто боюсь, что я умру, и придется начинать все. Не с самого начала, конечно. Гудбай. Я к тебе сейчас еще вернусь. Просто открою в музею. Здесь у нас NPC. Это ты, леди Мария? Нет. Ты кто-то другой. Пожалуйста, можешь сделать что-то для меня? Мне нужна желудка. Меркый, мусший желудок. Ей нужна некая мозговая жидкость. Кстати, давайте посмотрим, что за голову я получил. Огромная голова одного из пациентов собора. В ней есть отверстие, в которое можно было бы просунуть собственную голову. Хотя сделать такое отважится разве что самый отпетый безумец. Если вы решитесь попробовать, тщательно прислушайтесь к липким, едва слышным звукам. Кап-кап, как вода, медленно и неостановимо поднимающаяся из подземных глубин. Здесь все завязано на воде. И, возможно, это не просто так. Здесь появились новые монстры. Связанные пациенты. Катись колбаской! Так, ну что, пойдем искать мозговую жидкость и попробуем разобраться с охотником. Конечно, логичнее было бы сходить в сон охотника. Немножко подзаправиться, но ладно. Так. Куда-то он убежал. Хм. Отличный шанс. Так. Сволочь! Живучая! А, еще и Дед Мороз теперь меня тут будет доставать. Как-то так быстро кто-то добрался. Еще отравляющими клинками тебе говорят. Давай. Заходи. Да, не достаю. Да! Хм. Хорошо, что он еще не лечится. Я шпилу разложил, чтобы его достать. Зато сколько успокоительного. Так. Немножко взгляну. Что даже? Даже не слышишь капель воды? Леди Мороз, спаси меня. Как ни странно, на стриме Димка даже заметил, что большинство из них женщины. Но был и мужчина, помните, в самой первой камере там как раз был мужской голос. Так, внизу я был. Помните, я пошел... Ядренного. Вот это я... Упал. Так, я пошел тогда вот направо, и как раз вот эта лестница ведет... На этот этаж. Ну, а можно на этот этаж. Опс! Вот раз она меня не зацепила. Так, что здесь еще осталось? Здесь я уже все уследовал. Так, ну что ж. Поехали наверх. Двести сорок тысяч не хотелось бы их потерять. Так, и, пожалуй, скроемся. Сейчас будет неприятный противник. Кажется, он меня чувствует. Не хочу с ним связываться. Пусть дальше стоит там, трясется. Ну, пойдем повыше. И что здесь делают крысы? Как раз именно этот рычаг нам и нужен. Чтобы подняться немножко повыше. СПЛИШ, СПЛАШ, СПЛИШ, СПЛАШ. СПЛАШ, СПЛАШ, СПЛАШ. Как в море, но как в море, только мягко, как вода. Он взлетит глубоко внутри меня. Вот он, вверх через мое внутрь, но мягко, как маленькие дроби. Шторм моря внутренности. Кто-то умер. 4000. О прошлом этой пациентке может рассказать ее мозговая жидкость. Сероватая мозговая жидкость, напоминающая амебу, она пульсирует и шевелится. Извлечена из черепа пациента, голова которого разрослась, пока не поглотила все тело. В ранние дни церковь исцеления связывала великих с движением океана. Поэтому страдавшие опухолью мозга пациенты пили морскую воду. И слушали неумолимый рев прибоя. Мозговая жидкость плескалась у них в головах, рождая глаза внутри черепов. Похоже, что церковь исцеления использовала людей, которые болели опухолью мозга. Заставляли их пить москву и воду, хотя она явно не является полезной. И как-то это все приводило к таким вот мутациям. Возможно, используя что-то еще. Ворона убежала от меня. Похоже, эти пациенты со временем сходили с ума за то, что их постоянно заставляли слушать звуки моря. Руна руководства. Еще одна руна руководства. Имеет такое же описание, я уже ее читал. Кусок кровавика. Ладно. Убьем этого бедолазу. Так, и теперь главное как-то добраться до костра, постараться миновать всех этих психов, которые находятся снизу. Особенно те, которые носятся с огромной скоростью. У нас есть для этого раствор. Теперь можно добраться в новые места. Самоцвет удара свежей крови. Так, еще немножко выпьем. Так, где эти парни, которые тут носятся как сумасшедшие? А вот и наш выживший дед. Зарянка. Извини, Зарянка, мне нужна твоя мозговая жидкость. Давайте почитаем. Зара, это мозговая жидкость, напоминающая амебу. Она пульсирует и шевелится. Излечена из черепа пациента, голова которого разрослась, пока не поглотила все тело. Давным-давно жила девушка, старший брат, который мечтал стать врачом. Надеясь помочь ему, она вверила себя его заботам. Со временем они обрели тайну и истину, и возблагодарили судьбу за это. Достаточно какая-то печальная история получается. Так, мне нужно еще собрать здесь... Еще здесь нужно собрать пару вещей. Так, эти врата ведут к боссу. Кстати, я пропустил части одного сета. Так, ладно, к боссу пока мы не пойдем. Это второй этаж. Ну а здесь мы забираем щит. Щит Локха. Щит искусственно изготовленный из голубого стекла. Изначально такие щиты выдавали людям, защищавшим главу церкви, исцеления во время священных церемоний. А позже расхитителям могил, отправлявшимся в лабиринт Изза. Своим цветом стекло напоминает прозрачную озерную воду. А его необыкновенные свойства значительно снижают все виды урона, кроме физического. Да, именно, по-моему, в лабиринте Изза как раз была найдена и Брайта с церкви исцеления. Так, кажется я пропустил парадный костюм старого охотника, придется за ним вернуться на второй этаж. Я совсем забыл про одну лестницу, как раз в том самом месте, где находится, можно сказать, пятачок между двумя лифтами. Здесь есть, да, я просто здесь спуск один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как раз вот этот парадный костюм старого охотника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ужасные эксперименты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голова привинченная тисками. О, кровь, отлично. Кстати, тоже что-то дал, тоже кровь. Живем? Живем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы спросите, откуда у меня 360 тысяч душ? Дело в том, что там я их набил внизу, когда убивал этих, вон, внизу личинок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромное количество трупов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас есть выход на балкончик, можно подышать свежим воздухом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЛИП, 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 ПЛИП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПЛИШ, СПЛИП, ПЛИП, ПЛИП, ПЛИП. Да. Похоже, он не очень многословен. СПЛИШ, СПЛИП, ПЛИП, ПЛИП. СПЛИШ, СПЛАШ, ПЛИП, ПЛИП. Ну, и нам, пожалуй, нужно сходить... ...погреться у лампы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Триста семьдесят тысяч... Душ у нас есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это будет достаточно, чтобы немножко вкачаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте посмотрим, хватит ли мне на сколько-нибудь уровней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Сила, ловкость, ловкость, сила. Так. Давайте поднимем силу до сорока пяти. И... Да, ловкость стала давать ПЛИ очень мало. Все, на один, на два. На один, на два. А сила дает... ...на два, на два. Даже на три. Давайте поднимем силу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На остатки накупим еще бутылок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, нам сейчас предстоит битва с боссом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где может пригодиться щит лоха. Щит лоха. Хе-хе-хе. Кстати, не прочитал парадный костюм старого охотника. Старая охотничья одежда, украшенная латунными амулетами. Когда-то охотники верили, что некоторые металлы могут защитить их от воздействия крови чудовищ. Когда начинается охота, отличить правду от суеверии бывает непросто. Да. Возвращаемся в зал исследования. А, кстати, блин, я опять забыл подремонтировать свое оружие. Саймон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, hello. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Not a pretty sight, is it? The true face of the blood-worshipping, beast-purging, healing church. But that's not all. You seek the secrets held by the nightmare, do you not? Then here's what you must do. You seek the astral clock tower and kill Maria. She hides the real secret. Go on. Kill Maria atop the astral clock tower. She hides the ring. Странно, что Саймон единственный оставшийся в уме здесь охотник. Go on. She is. Так, сейчас я быстренько в сон сгоняю, отпочинюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Please, could you do some any brain fluid? Oh, thank you. You're terribly kind. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Oh, it's wonderful. Oh. I hear the sticky sound. Do you hear it, too? Oh, I know. Will you have my blood as thanks? I'll have you know. I was once a blood saint, too. That makes me happy. But I cannot move. Look, on my right arm. I'm sorry to trouble you. But you don't mind, do you? Oh. Don't be greedy. I should know. I'll... Так. Кровь Аделины одной из пациентов в зале исследований. Восстанавливает очки здоровья и продолжает делать это в течение некоторого времени. В начале Аделина была одной из кровавых святых, чью кровь церковь посчитала достойной. И надеялась культивировать. Это первый случай, когда церкви удалось достичь желаемого. Культивирование крови при помощи живых людей. Жесть. Как мы знаем, церковь исцеления занималась как раз исцелением при помощи крови. И ей надо было где-то ее брать. И она использовала некоторых людей как сосуды для культивации этой самой крови. И похоже, что не все люди для этого подходили. Противоядие дал. Лучше бы патронов дал. Нам на пятый этаж нет никакой необходимости подниматься. Человек-то сходил, отдохнул и тут все появились, да? Человек-то сходил, отдохнул и тут все появились, да? Живые неудачи церкви исцеления. Живые неудачи церкви исцеления. Так. Так, у вас должно быть трое, но пока двое. Вот третий. Какие-то из них колдуют, какие-то из них просто дерутся. Лупят они, дай бог, поэтому попадать под их атаки нежелательно. Шугаются, пытаются заманить в толпу. Ну, лупят маги, и, кстати, этот сет Кейн Хёрста абсолютно не подходит, мне кажется, для этого босса, потому что у него очень слабая магическая защита. Да, всегда нужно ожидать атаки сзади. В принципе, их можно легко парировать. Не то, чтобы прям легко, но можно. Да, блин, что-то сегодня с этим боссом у меня не совсем получается. Сейчас надо настроиться на нужную волну. Парировать на таком расстоянии бесполезно. Опять я не успел. Ха, понятно. Да, какой-то я не собранный вот раздел с этим боссом. Окей, я надел костюм Хора. Думаю, что для этого босса он больше подойдет. Пока их не появилось слишком много, нужно пользоваться моментом. Думаю, что для этого босса он больше подойдет. Главное, не попадаться под магией. Ах ты, зараза. Так. Ситуация осложняется. Гуманоидов становится больше. Так, здесь нам пригодится щит. Твою мать. Я даже не успел его поднять. А, я еще там уже не на бутно вкуляю. Ну, конечно. Отлично. Черт, не мой щит Забыл, что я поставил пистолет Удар головой Да, они очень великые Куда ты третишься, от меня родной? Еще не все? Как-то так-то Я уж был им конец Да, в этот раз я был менее разговорчив Так как хотелось убить этого босса Так как хотелось больше не поддыхать на этом боссе Ключ от астральной башни Ключ от астральной часовой башни над главным собором Смотрительница астральной башни заботится о своих многочисленных пациентах Которые называют ее Леди Мария Она живет за механизмом огромных часов, показывающих положение звезд Огромный подсох Такое ощущение, что он живой Да, мы уже встречали подобных гуманоидов Чтобы выйти на их уровень И... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok